всем привет дорогие друзья расскажу сегодня видение которое будет ответом на внутреннее состояние человека имеющего большие планы относительно своей судьбы общался недавно с подписчицей она сама из другого государства вот и у нее есть планы стать известной певицей вот естественно я просмотрел ее астральное тело в первый же вечер без ее разрешения ты всегда так делаю но тоже было интересно и я расскажу видение которое было ответом или указанием на ее состояние и на возможности реализации ее ее как творческой личности видение само видение началось с того что я состоянии медитации видел мы предварительно пообщались вот и состоянии медитации я увидел ее астральное тело идущие ко мне я понял что по всей видимости она невзирая на то что мы уже перестали общаться она по инерции наверное там думает может ролики смотрела вот я увидел ее астральное тело идущие ко мне что было очень странно на самом деле в параллельном измерении я уже говорил об этом мало кто допустим меня может найти в духовном мире вот это не связано с тем что я какой-то супер 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 у меня есть какой-то какой какой потенциал конечно но это связано с тем что большинство людей не контролируют свое астральное тело естественно их замыслы их идеи которые они пытаются проявить и осуществить своей жизни они не воплощаются в силу того что они просто бессознательные внутри самих себя да то есть они не контролируют состояние своего двойника от своего духовного тела я отсюда состояла состояние потери контроля над своей судьбой вот она в первый же вечер что было еще раз хочу сказать что было очень большим удивлением она смогла меня найти в астральном теле причем так происходит только в том случае когда человек из прошлых жизней навел духовную практику то есть она интуитивно знает как это правильно делать и это тоже большой плюс да то есть на уровне ума такие люди чаще всего не знают о каких-то тонких нюансах самих себя да то есть они интуитивно где-то чего-то ловят но объяснить это не могут то есть если и допустим таким людям задать вопрос объяснишь что ты объясни вот это вот что-то да они не смогут объяснить они скажут да ну я вообще не понимаю о чем речь вот но их астральное тело будет выполнять какую-то деятельность и по состоянию астрального тела по этой деятельности можно судить о потенциале самого человека да то есть то что она смогла меня найти в первый же вечер это указывает на то что первых есть кармическая связь но кармическая связь у нас есть у всех и со всеми вопрос другой какова она дату тут я так понимаю что скорее всего связи то основано на получении знаний в данном случае допустим как учитель ученик вот именно поэтому ей было довольно легко найти ну и второй элемент когда мы когда она приблизилась начало меняться пространство и в какой-то момент я увидел что мы находимся внутри большого здания но это здание строится то есть само по себе строящиеся здания которые я увидел которая строится еще с фундамента до представьте себе вы находитесь на на дне котлована а котлован но размером довольно большой то есть я видел строящиеся здание очень больших размеров я бы даже назвал это здание в большей степени концертным залом с уверенностью бы назвал да то есть это не дом это не какой-то там у них муниципальное заведение небольших размеров нет это концертный зал ну для примера да то есть ну или концертная какой-то там или театр театральное сооружение вот то есть в нем можно было бы разместить сразу там 500 человек тысячи человеком 3-5 тысяч человек как-то так но мы находились внизу и мы знаем да что все здания начинают строится сначала заливается бетон или там делаются свои потом заливается бетон коробка каркас и все такое мы находились именно внизу строящегося от этого здания не могу сказать что это прям подвальное подвальное помещение но это основание здания было да и было видно по сторонам что стены начинают воздвигаться до подниматься выше и выше и когда я посмотрел на нее я понял что планы действительно у этой женщины в этой в этот талантливого человека очень большие да то есть относительно себя они очень значимы но в то же самое время когда когда мы находились на территории этого строящегося фундамента дали как как назвать потоком начинающего строится здание было видно что уровень усилий которые приложила это женщина и уровень каких-то реализации которые она получила они настолько несоизмеримы что она находится в неком состоянии в неком состоянии как там как будто выразить истощение да то есть когда человек приложил очень много усилий но получил очень небольшую отдачу он начинает сомневаться где-то в своих возможностях сила силах появляется это состояние переутомления тогда то есть у нее вот это вот состояние интересное она как бы было да и чувствовалось что она в какой-то момент остановилась и вот фундамент вроде как бы залит вроде бы как бы что-то еще где-то строится но по факту и ощущение что идет какое-то торможение да то есть какая-то задержка вполне возможно что человек сначала начала развиваться потом какой-то момент остановился и вот она два осмелюсь предположить находится в раздумьях да или пытается прояснить либо направлении своего развития либо свои возможности для дальнейшего развития не могу сказать но у нее вот это вот состояние задержки она была весьма явным вот и само вот это вот состояние и и которое было проявлено как строящиеся здание начиная с начиная с фундамента она является ответом по сути на на то что стоит ли стремиться сделать карьеру вот в своей деятельности связанной с творчеством да то есть и даже не знаем не могу объяснить как это как как у него эти певцов певиц называется этот сценическая деятельность связанная с исполнением песен как это певицы стать да по-моему но в общем как то так потенциал у нее действительно есть возможности есть но но по вот этой вот задержки по ее внутреннему состоянию возникает такое знаете ощущение что есть такая поговорка овчинка овчинка выделки не стоит вполне возможно что добиться успеха можно будет но цена будет очень большая и сама по себе отдача тоже будет может быть какая-то посредственная да то есть есть масса звезд которые очень быстро проявляются вспыхивают и исчезают то есть певцы и певицы они такие знаете сегодня популярность есть а завтра ее нету вот и вот здесь такой вот как я понимаю вариант тоже присутствует вопрос еще интересно почему я кстати спрошу у нее почему она вот это состояние когда она остановилась это очень чувствовалось не уточнил этот момент извините вот то есть смотрите-ка вот почему я объясняю таким образом можно проанализировать и понять по этому видению варианты для своей судьбы и варианты своих возможностей то есть всегда нужно выбирать цель по соответствии со своими возможностями я например не увидел признаков успеха на данном пути да то есть мне почему-то я когда находился в состоянии астрального тела в состоянии этого видения мне почему-то и хотелось подсказать переключиться на то что несет больше благостных энергий да то есть каких-то духовных энергий но я так подозреваю это все-таки мое включилась потому что очень часто певцы и исполнители всевозможные не поют песни про какую-то ерунду которая впоследствии несет очень серьезную кармическую ответственность про распущенных здравах и так далее мне у меня возникла такая мысль что если бы она каким-то образом переключилась и начала исполнять мелодии в традиции индуизма то это было бы и как как-то выразить для нее это было бы и одновременным материальным успехом и в то же самое время несло бы духовное развитие да то есть когда исполняются мантры всевозможные баджаны тогда это привносит особое определенная миссионерская деятельность когда посредством музыки люди привлекаются но и само по себе исполнение мантра но всегда дает благословение особое благословение вот то есть таким образом если бы допустим ее перестроить но опять-таки это моя инициатива я так делюсь своими мыслями но она это было вполне вполне ощутимо и я когда смотрел на нее мне почему-то хотелось сказать сказать что ты 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 посмотри на эту на ту деятельность которой ты стремишься внутри себя и я эту эту деятельность назвал просто бездной значит как и знаете как бочка без дна ты туда вливаешь свои силы вливаешь свои возможности ресурсы а это все да вот но это никогда не наполнится ты на этом пути даже если получишь какое-то чувство удовлетворения тут ты не сможешь реализоваться в на что бездонная бочка это ты будешь давлевать только вливать 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 его тебя все это сцена тебя съест популярность тебя съест дальше то что я вот прочувствовал это ее состояние когда ты туда оттуда ничего даже если есть внимание людей даже если есть какие-то деньги а а для души то что вот вот эти вот все элементы я знаете их настолько ощутил настолько пережил мне даже знать как бы ёкнула внутри как бы до что вот есть есть потенциал действительно есть усердие есть усилие да но ты просто пойди в правильное направление найди золотую середину баланс между материальной жизнью духовной жизнью и ты будешь как бы и там на коне и здесь в почете да ну опять-таки это мое мнение я ни в коем случае сейчас даже если ролик записываю я ни в коем случае не буду это популяризировать вот но мне бы хотелось бы донести до всех нас что подобная деятельность по подобная популярность она чревато своими минусами да то есть одной стороны как бы это да это вау это сцена это люди это аплодисменты но с другой стороны это это вот та самая бездна которая тебя увлекает ты падаешь ты летишь и теряешь контроль ну так серьезно если задуматься наверное дальше то не будем разбирать относительно еще раз давайте проясним относительно если возможность стать известной певицей за эти друзья я не увидел не увидел тех знаков которые должны сопутствовать да то есть должны быть некие знаки которые указывают на то что будет успех однозначный то есть но их не было то я видел что усилия прилагаются и дом строится и дом можно достроить однозначно то есть певицы стать можно но это потребует очень больших усилий и это не будет вау потому что не было фейерверков каких-то не было знаков с небес что это все принесет благо что это все будет известно на весь мир да то есть как то так вот но по крайней мере в этом направлении в том направлении в котором данная женщина интересовалась какими-то своими запросами но еще раз хочу сказать потенциал есть и очень-очень недюжины да то есть тот дом которая настроила или то здание которое настроил это и я является указанием на просто большой и мощный потенциал в этом я могу только лишь похвалить и поддержать ну все-все-все возможные элементы уже которые сопутствовали данному видению я уже рассказал если что непонятно пишите до на встречу